Ну, в следующий раз спросит. Я, ну, что такая? Ну, пожалуйста, ради бога, мне всё равно, но... Этому-то тень меня как-то не особо собляет. Здравствуйте! Это действительно программа «Особое мнение». Здравствуйте! Я, Марина Королёва, напротив, Леонид Радзиховский, журналист. Здравствуйте! Добрый день! Список Магнитского. Будет обнародован в Соединённых Штатах сегодня, по Москве это будет, ну, совсем уже вечер. Но, похоже, что войны списков всё-таки не будет, потому что Россия никаких новых законов не планирует. Сказал об этом Алексей Пушков, глава Домского комитета по международным делам. Почему, как вам кажется, нечем ответить? Ну, почему в Америке 350 миллионов человек, так что есть кого в списке включать? Не знаю, почему нечем ответить. Но, во всяком случае, этот список, там же идёт тоже склока какая-то в Америке. Там вроде один конгрессмен, 400 человек или 200 человек у него собирался включать. А администрация вроде подрезала этот список. Вот. Но, в общем-то, в России мода такая, говорят, я горд тем, что я попал в список Магнитского. Ну, действительно, есть основания для гордости, потому что, если какой-то чиновник попал в список Магнитского, то это действительно иммунитет от уголовного преследования. В России, естественно. Понятно, что если американцы... То есть... Ну, очевидно, Марина, если американцы на кого-то нападают, если американцы кого-то куда-то не пускают, то очевидно, что русские своих на войне не сдают. Это гарантия иммунитета и непотопляемости. Если вы хотите, чтобы у вас никогда от государства нашего не было никаких претензий, у государства нашего к вам не было никаких претензий, добейтесь, чтобы к вам были претензии у Конгресса США, и тогда вас не сдадут из принципа на зло врагам, на разуме. Вы думаете, что они все так думают, те, кого хотят сейчас включить в список Магнитского, кто найдет там свою фамилию? Я думаю, что это их сильно утешает, безусловно. Потому что очевидно, что здесь, еще раз повторяю, это иммунитет. Наверное, кого-то это не особо радует, может, ему не так важен иммунитет здесь, как поездки туда. Но для многих, конечно, этот иммунитет – это приятная вещь. Ну, я читала там комментарии разных людей, которые предполагают, что они могут быть туда включены, потому что так или иначе сведения просачиваются. Скажем, там, Ольга Егорова, там, Мосгорсуд, да, она говорила, что ее это все-таки расстраивает, потому что она не имела, собственно, к делу Магнитского никакого отношения и так далее. Ну, то есть, есть люди, которые не хотели бы все-таки остаться невъездными в Соединенные Штаты. Ну, наверное, американцы рассмотрят их предложения, рассмотрят слезную просьбу Егоровой. Может, с ней зайдут. У них, как известно, полное равенство мужчин и женщин. Но, может быть, кто-то все-таки в душе дрогнет. Ну, короче говоря, я просто хочу сказать, что тот российский чиновник Егорова или Петрова, который в этот список попадает, здесь, на родине, автоматически, может быть, героем и не становится. Но таким полугероем тайным становится. Кстати, еще одна вещь, которая меня в связи с этим американским списком удивляет, что у них, как выясняется, два списка у американцев. То есть, один открытый, другой закрытый. Да, там будет открытая часть, причем совсем небольшая. Я не понимаю, что это за галиматья. Остальные люди, включенные в список Магнитского, включены в него секретно, потому что их публикация их фамилии опасна для национальной безопасности Соединенных Штатов. Шизофрения какая-то. Арестант секретной фигуры не имеет. Ну, если у вас список опубликует. Ну, подождите, человек об этом узнает, в свою очередь, когда придет в посольство, и ему будет отказано. Нет, а почему нельзя опубликовать? Вы же претендуете, в общем, не без оснований. Что вы открытая страна, учите других открытостей, но и опубликуете этот список полностью. В чем проблема-то? Ну, может быть, проблема в том, что такова договоренность как раз с Москвой, чтобы эти фамилии не обнародовать? Ну, в таком случае, друзья мои, чего стоят ваши высокоморальные списки? Вы ведете переговоры, торгуетесь, кого-то включаете, кого-то не включаете, торгуетесь с Москвой, этого включить, того не включить, а потом говорите, а теперь мы вас будем морали учить. По-моему, это как-то ерунда. Если этот список имеет высокоморальную, высокоэтическую подоплеку, что вот вы плохие, вы замучили Магнитского, готов согласиться? Отлично, но тогда покажите пример морали, честности и прозрачности во всем, я так понимаю. Вот нам тут напоминают слова Чурова, что он гордился бы, если бы его внесли в этот список, вы тут как воду глядели, и на самом деле есть еще один человек, уже лидер единороссов Ленинградской области, который попросил, чтобы его включили в список Магнитского. Кстати, вот как вы предполагаете, много вообще таких будет? Которые попросят? Попросят о включении в список. Ну, видите ли, в чем дело? Я думаю, что после того, как список все-таки опубликуют в той или иной форме, таких будет много, это уже гарантия. В список ты не попал, а свою сверхлояльность российскому государству продемонстрировал просьбой, чтобы тебя включили. То есть, это все удовольствия сразу, дешево и сердито. С одной стороны, показал, как я ненавижу Америку и как я на нее плевал, а с другой стороны, спокойно могу туда ехать, поскольку в список не попал. Но вы все-таки не ответили на вопрос, почему Россия больше ничем отвечать не будет. То есть, ведь предполагалось, что будет какой-то ответный список, и вот, похоже, от этой идеи отказались, не будет его. Антисеротский закон, и все. Ну, послушайте, во-первых, я не Пушков, поэтому не могу сказать, какие мысли бродят в голове Пушкова и других депутатов, это раз. Во-вторых, то, что сказал Пушков, имеет значение для Пушкова и его близких родственников. Если завтра Кремль решит, что список будет, то Пушков, как вы понимаете, не моргнув глазом, отрапортует, что они сейчас работают на этот список. А это ответ вот со стороны Москвы, это ответ адекватный, вот наш список Америки? Ну, видите ли, в чем дело, если вы считаете, вы правительство России, вы Кремль, если вы считаете, что этот список оскорбляет ваше бюрократическое достоинство, то вполне естественно как-то ответить. Можно ответить в форме детофобии, то есть взять в ответ своего сироту и башкой об угол. Можно. Это асимметричный ответ. Так это сделано уже? Это уже сделано, совершенно правильно. А можно применить асимметричный ответ. Вы составили список против нас, у этого списка есть конкретные авторы, сенатор Кардин, какие-то там еще. Ну, соответственно, их включают во встречный список и не пускают в Россию. По крайней мере, мне кажется, что это было бы симметричнее, но вопрос в том... Может быть, они просто боятся, что над этим посмеются? Ну, и пустят сенатора Кардина в Москву, и что ему простить? Ну, конечно, ему придется лучше... Он здесь не держит? Конечно, ему придется лучше, чем той сироте, которую не пустят в Америку, безусловно. Если цель нанести максимальный урон кому-то, то действительно в этом смысле не пускать сирот. Еще лучше, кстати, между прочим, составить список больных. Вот больные такими-то болезнями отныне не имеют права ездить в Америку, поскольку Америка нас оскорбила. Ну, лучше так, идеи-то не подавайте. Прямо так. Почему? Ради Бога. Мне скрывать нечего. У меня секретных списков нет. Секретных идей нет. Так вот, еще раз повторяю, симметричный ответ не пустит сюда Кардина и компанию. Но какие геометрические фигуры более симпатичны российскому руководству? Ценят ли они симметрию? Или наоборот, асимметрию? Знаете, я не настолько знаток их души, чтобы оценить, что именно им ближе. Российско-американские отношения. Вот последний вопрос уже в связи со списком Магнитского. Дело в том, что тут Сергей Лавров пригрозил, сказал, что неудачное время выбрали для публикации списка Магнитского, потому что в Москву должен приехать в понедельник помощник Обамы, привести послание по двусторонним отношениям. То есть мы как бы говорим, все будет плохо. Испугали. Все будет плохо? Я не понимаю, что значит плохо и что значит хорошо. Вот я у вас в студии много лет назад, когда только Медведев, так сказать, стал, так сказать, президентом, и мне говорили, вот, перезагрузка и так далее. На самом деле я говорил, я не вижу никакой перезагрузки, я не вижу никаких российско-американских отношений, я не вижу никаких российско-американских конфликтов. Мы, Россия, очень мало зависим от Америки, потому что мы технологически очень отсталая страна, и объем наших контактов в области технологии и науки с Америкой ничтожен. Соответственно, зависимость невелика. Америка никоим образом не зависит от России, поскольку нефть она покупает на Ближнем Востоке. Войны между Россией и Америкой быть не может по определению. Военных угроз тоже. Какая перезагрузка, какая зависимость, какая конкуренция между Пушковым и какой-нибудь газетой Руперта Мердека, между телеболтунами у нас и какими-нибудь телеболтунами, там возможно. Правда, у нас это телеболтуны главные по стране, а у них это телеболтуны не главные по стране. Но языковые дуэли, ну да, это возможно. А в остальном реальных контактов, реальной борьбы и реальной конкуренции между Россией и Америкой я не вижу. Поэтому перезагрузка нуля в ноль, она мне просто непонятна. А кто больше заинтересован в хороших отношениях между двумя странами, мы или Америка? Никто. Америке абсолютно не нужна Россия. Ну так вот. Америке ни для чего не нужна Россия. А Россия ни для чего не нужна. База в Ульяновске, вот сейчас я так вспомнила, на скидку. Ну что, разве не важно? Абсолютно не важно. В Америке столько баз, одно и больше. Нет, естественно, какие-то контакты между любыми двумя странами на земном шаре есть. Но база в Ульяновске это анекдот. Реально, для американцев, у которых хватает баз, одно и база будет. А внешняя политика, возможность разговаривать там с Сирией, с Ираном, через Россию, нет? Нет, Америка не может разговаривать с Ираном через Россию. Америка напрямую разговаривает с Ираном, и как выяснилось, небезуспешно. Потому что Иран недавно объяснил, что он не будет делать эти свои атомные технологии до того уровня, который пугает Израиль и который раздражает Америку. Так что я думаю, что это обошлось без посредничества России. Что касается Сирии, да, поскольку Россия член Совета Безопасности, она упорно накладывала вето на американские резолюции по Сирии. И как выяснилось, в общем, по прошествии года, это было не так плохо для американцев, это было плохо для сирийцев. В результате в Сирии убито уже около 100 тысяч человек, страны фактически нет, там идет перманентная гражданская война и так далее. Но, как я теперь понимаю, Россия объективно уберегла американцев от американских же глупостей. Потому что американцы по дуре своей хотели пропихнуть в Сирии свободный народ, повстанцев, борцов за демократию. То есть, попросту говоря, международных убийц из организации Аль-Каида. Этот номер, к счастью для Америки, не прошел, и к счастью для Израиля. А вето наложила Россия. Так что в этом смысле американцы могли бы Россию поблагодарить. Но хоть тут нужны? Хоть тут нужны? Да. Как страна, имеющая право вето в Совете Безопасности, Россия, несомненно, имеет определенное значение. Но я бы не стал это все переоценивать. При том очень маленьком объеме экономических, научных, никаком объеме военных контактов, которые у нас есть, я еще раз повторяю, это, конечно, очень лестно для нашего самолюбия думать, что мы до сих пор играем с Америкой в игру с нулевой суммой. Где у нас прибыло, там у Америки убыло, где у нас убыло, там у Америки прибыло. Это полная че-у-ха, которая придумана нами самими, нами, я имею в виду, российской пропагандой, как для внутреннего потребления, чтобы народ дурачить, что вот мы где против Америки, так и для внешнего потребления, чтобы разводить, может быть, каких-то еще международных лохов. То есть получается, что на список Магнитского мы таким образом никак не можем ответить, кроме как ударив по себе самим, то есть там своим сиротам, как вы говорите, больным и так далее. Почему? И это все. Ну почему? Ну можно запретить сюда приехать американским сенатором. Ну это ж не ответ. Ну уж я не знаю, убить их что ли? Леонид Родзеховский, журналист, сегодня в студии особого мнения. Я напомню, кстати, что для связи с нами есть телефон плюс семь девятьсот восемьдесят девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Это для ваших смс-посланий. В твиттере есть аккаунт вызван. И кроме того, на сайтах Москвы вы можете выстраивать кардиограмму эфира, что сейчас, собственно, уже и происходит. А в конце эфира посмотрите, что там у нас выстроилось. Давить на мою психику. Это правильно. Ну вы же спиной сидите, вы все равно не чувствуете. А я чувствую. Вы не иностранный агент, случайно? Марин, какой ответ вы предполагаете на этот вопрос? Да, я иностранный агент. Вы не иностранный агент, вам повезло, я предполагаю, ответ вам повезло. Но есть организации, которые заставляют регистрироваться в качестве иностранных агентов, они не хотят, и возникают разные ситуации, как вот с ассоциацией «Голос», которые вот сейчас уже из помещения выселяют. В общем, с этим все плохо. Вас слушатель просит прокомментировать заявление Владимира Путина о миллиарде долларов, полученном НКО за несколько месяцев. Как вам кажется, насколько это реально? Ну, знаете, я не контрольное управление президентом, почему я знаю, насколько это реально? Я думаю, что здесь есть простой способ, действительно, вопрос довольно любопытный. Я тоже люблю считать деньги в чужом кармане. Мне кажется, что это довольно легко проверить. Надо, чтобы все эти организации, в особенности те, которые возмущаются словами Путина, полностью вывесили на своих сайтах все сведения о источниках своего финансирования. Так они ежегодно сдают отчасти. Очень хорошо. Но они сдают ее, по-видимому, каким-то органам, прокуратуре. Ну, конечно, как предполагается, налоговым органам. Понимаю. Пусть они вывесят это открыто на своих сайтах. А навстречу, пусть счетная палата, контрольное управление президента, Минфин, ФСБ, я не знаю источник информации Путина, но те, которые давали ему информацию, вывесят свою. Таким образом, люди смогут сравнить, где более правдоподобная информация. По-моему, Путина... Ну, вы, наверное, уже слышали, что правозащитные организации как раз обратились к Путину с просьбой опубликовать и как бы обнародовать те самые справки о финансировании, потому что они хотели бы, как они говорят, получить и свою долю, если такие деньги пришли сюда. Разумно. Пусть правозащитные организации для начала вывесят полный отчет о себе, откуда у них деньги. А навстречу пусть, еще раз повторяю, Минфин или контрольное управление, или ФСБ, я не знаю, кто этим занимается в России, кто дает такую справку Путину. Пусть они вывесят свою справку. Сведения эти не секретные. Насколько я понимаю, национальной безопасности России и даже Соединенных Штатов ущерба тут не будет. И вот пусть висит та справка, эта справка, и люди смогут сравнить. Кому интересно, разумеется. Мне кажется, что в этом деле гласность – это самый простой и надежный способ разрешить этот неразрешимый спор. Ну да, но только если она двусторонняя. То есть Путин, допустим, публикует, как вы говорите, контрольное управление, публикует свои сведения, правозащитные организации – это свои. Ну разумеется, но если правозащитники этого хотят, то я бы на их месте начал с того, чтобы показал пример. После этого контрольному управлению будет, естественно, труднее отказываться. Вот эти вывесили, а контрольное управление помалкивает. Если же правозащитники не вывешивают, а только разрывают на себе рубаху и кричат «вывести, вывести», то, естественно, что возникает вопрос. Ну раз вы такие честные, такие благородные, ну так повесьте, какие проблемы? Я, кстати сказать, не считаю, что если любая организация получает деньги в Америке, ну в чем криминал? Ну получает и получает. Если она налоги платит, там, если это не серые деньги, которые чемоданами возят. В чем проблема? Да мне кажется, тоже никакой проблемы нет. Но, если говорить вот об этом законе, ведь получается, что введено теперь в законодательство понятие, это иностранный агент, да? То есть это понятие содержится в законе. А как вам кажется, правильно ли, что НКО так, ну вот, отчаянно отказываются регистрироваться, как иностранные агенты? Может быть, ну а что такого? Ну подумаешь, слова и слова. В конце концов, взять да зарегистрироваться всем. Да, получаем иностранное финансирование. Почему нет? Ну, видите ли, из-за слов войны происходят, из-за слов Дантес Пушкина или Пушкин Дантеса, кто кого на дольте вызывает. Да вам лучше знать. Почему нет? Я там секундантом не был. Ну, в общем, либо Пушкин Дантеса, либо Дантес Пушкина вызвал на дуэль из-за слов. Поэтому слова, дело не последнее. Если слова ничего не стоят, чем мы с вами тут занимаемся? Зачем зря время отнимаем у людей? Слова не последнее дело. Вот скажи еврею, жид, он обидится, а ему сразу какой-нибудь генерал Макашов, позвольте, это польско-украинское слово, чего вы обижаетесь? Сказали вот в газете, известной своей чистотой нравов МК, что депутаты политические проститутки. Депутаты на стенку лезут, а им говорят, в чем проблема, вы много раз меняли взгляды. Это и означает легкая метафора политическая проститутка. Нет, они недовольны. То есть слова имеют большое значение. Слово иностранный агент само по себе. Можно спорить, насколько оно обидно, не обидно. Но в России, естественно, это воспринимается как слово шпион. А слово шпион, конечно, людям не нравится. Тем более, что слово шпион тащит за собой длинный хвост, которого, по-видимому, тут нет. Потому что если бы они выдавали военные тайны, занимались какой-то подрывной деятельностью и так далее, то сидели бы в тюрьме. Никакой, видимо, такой деятельностью они не занимаются. А шпионы им на лоб лепят. Но, разумеется, людям это не нравится. Я их прекрасно понимаю. Смотрите, просто за последние несколько месяцев вот эта история вокруг закона с иностранными агентами, она прошла какой-то путь уже. И если сначала действительно все решительно отказывались и говорили, что только из-за слов это невозможно, то сейчас, возможно, это станет через какое-то время уже и почетно зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Я, по крайней мере, такие мнения читала. Но вот как человек просто в качестве протеста делает такой шаг, говорит, ну вот зарегистрируясь в качестве... Если все правозащитные организации так поступают. Да, Пушкин, конечно, вызвал Дантеса на дуэль. Я, естественно, все это время думал. Разумеется, Пушкин. Да. А значит... Да уж, конечно. Да уж, конечно, да. Как это у меня сомнения? Вот, понимаете, а Дантес был иностранный агент классический. Ну, как сын Гекарена там и так далее. И с иностранным финансированием занимался. Да, и с очень неплохим иностранным финансированием. Так вот, почетно ли быть иностранным агентом? Ну, понимаете, я еще раз повторяю, дело вкуса. Вообще, меняются представления о том, что почетно, что непочетно. Вот еще 30 лет назад, если в кино показывали человека Небритова, то это был бродяга, бомж, уголовник, шпана какая-то. Сейчас это главная мода, так? Поэтому, может быть, через какое-то время и слово иностранный агент станет крайне модным и крайне почетным. И слово шпион, может быть, станет почетным. Ну, если это пойдет, то точно иностранный агент будет почетным. В начале 90-х слово путанка было крайне такое почетное и престижное. А теперь почему-то... Путанка там? Ну, путана, 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 ночная бабочка, никто не виноват. А теперь оно считается уже плохим. В начале 90-х и слово ракетир вроде воспринималось не так, как сейчас. Значение слов, вернее, отношение к значению слов, оно же меняется. Культура-то живая, движется. Вполне возможно, что через какое-то время слово шпион будет очень даже... Вот, например, Путин предложил героя труда. Сразу многие стали смеяться, а многие очень довольны. А слово-то одно. Для одного это насмешка. Ну, слово-два, конечно, герой труда. Вера, понятие одно. Для одного это понятие, повод для насмешки. Для другого это понятие, повод для гордости. Так что... Да, постепенно наше особое мнение как-то переходит в разряд филологических дискуссий. Я напоминаю, Леонид Радзиховский, журналист, сегодня в студии особого мнения. Но я все-таки вот к судебной хронике, что называется. 17 апреля суд начинается в Кирове над Алексеем Навальным. Не знаю, успели ли вы сегодня прочитать феерическое интервью господина Вархина из Вести. Прочитал, прочитал. Где он сказал, что дело было бы не так скоро, если бы Навальный не дразнил власти. Что скажете? О чем? А об интервью Маркина? Нет, пожалуй, просто о деле Навального. Потому что вопросов много вам пришло от наших слушателей. Чем закончится? Давайте сразу с конца начнем, как вам кажется. Марин, я не тот человек, который дает приказы судье. Ну, Маркина-то читали. Там практически понятно, чем закончится. Ничего не понятно. Абсолютно непонятно. Вот вы все понимаете, Маркин, Пушков, кто они такие? Приказы, значит, МИДу дает не Пушков. Приказы судье дает не Маркин. Я точно не даю приказов судье. Маркин намекает на то, что, может быть, дело кончится условным сроком. Может и кончится условным сроком. Вполне возможно. Нет, почему он говорит, что Навальный может и из тюрьмы заниматься политикой? Ну, разумеется. Уж куда же проще-то намек. Ну, разумеется, любой человек может из тюрьмы... Вот Маркина завтра посадят, будет из тюрьмы заниматься борьбой с уголовной преступностью. Ну, почему нет? Маркин тоже человек. Вот представим себе, что его посадили. Он находится в уголовной среде. Он будет читать их малявы и сообщать, куда надо. И ведь есть такое даже понятие разведка МВД, когда внедряют в преступную среду милиционеров, и они оттуда сообщают. Так что, вполне возможно, что... Да, это мечты, я так понимаю. Нет, абсолютно, я Маркину тюрьмы не желаю. Но у нас перерыв небольшой. Через несколько минут мы снова здесь. Леонид Радзиховский по-прежнему в студии. 17.30 в Москве. Добрый день. Студия Алексея Гусаровна. А вот интересно. Представляете расследование? Представляете расследование Следственного комитета по поводу жестокого обращения в США с российскими чиновниками. С чиновниками? Да, с чиновниками и чиновницами. Вот приехал наш чиновник или чиновница, и с ним жестоко обращается. Это ведь не вполне обычное уголовное производство. Так американцы рассматривали бы это просто. Ну, допустим, женщина в аэропорту Кеннеди, кто-то вырвал у нее сумочку. Ну, его ловят как карманника или там. А, значит, Следственный комитет возбуждает дело о нападении на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей. Ну, и вот мне кажется, что здесь большие перспективы открываются у Следственного комитета. Более 200 мигрантов в Петербурге задержано после поверки. Как сообщает региональное управление ФМС, рейд носил плановых характер и не связан с недавней массовой дракой, в которой был убит уроженец Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел накануне утром у здания Синувы. Довольно оправлено 200 полицейских. Задержаны были около 400 человек. 20 из них сейчас проверяются на причастность к этому убийству. В Москве сейчас около 8 градусов тепла, завтра днем до 13, временно облачность без осадков. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо, Москва. А ведь Пушкин Дантеса вызвал, даже не из-за слов Дантеса. Слова-то были как раз Пушкиным написаны, крайне оскорбительные. Вообще-то какая-то странная история. Он написал невероятно оскорбительный... Правда, интересно, я знаю. Это правда, интересно, я знаю. Так до сих пор до конца и не раскрыто. Ему прислали какое-то кляузное письмо, где его называли королем рогоносцев. Он в ответ написал матерное, нецензурное письмо почему-то не Дантесу, а Геккерену. Так вызов Дантесу, это было письмо Геккерену, что ли? Как это вообще выглядело? Там была очень, на самом деле, была очень сложная история. То есть там была вот эта война писем, последняя вот эта вот была. То есть понятно, что там у них нарастало. Нет, понятно, но вот непосредственно сам учтивый, благородный, изящный вызов или кортель. Это как выглядело? Я вот читал письмо... Письмо, по-моему, письмо Пушкина... А? Если на виде естественно. Да, естественно, ну понятно, что... Я читал письмо Пушкина матом-перематом, Геккерену. Но это было матерное письмо, но не вызов, так сказать. Или как? Марин, вы же писатель, в отличие от меня. Я не писатель. Оно не матерное было, оно какое-то оскорбительное. И сегодня это особое мнение журналиста Леонида Радзиховского. Я напомню еще раз, что вы можете написать нам по телефону плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Это для смс-ок. В твиттере аккаунт вызван. Ну и все остальные каналы связи с нами найдете на нашем сайте, на сайте Эхо Москвы. И так дело Алексея Навального. Вот смотрите, все-таки довольно долго терпели. Деятельность Роспила, обвинения в адрес чиновников. Долго терпели. Что вдруг допекло? Почему вдруг решили судить? Ну, во-первых, я уже несколько раз говорил в вашей студии, деятельность Навального, они представляют не малейшей политической опасности для власти. Да ладно вам. Да ладно вам. Абсолютно никакой. Это как комитет народного контроля СССР, который помогал бороться с взяточниками, хапугами, трутнями, тунеядцами и так далее. Все хорошо, если бы не дошло до суда. Навальный разоблачает чиновников российских. И российское государство, российские пиар-органы сообразили, что эту компанию надо не подавлять, а надо ее возглавить. Чем российское государство и российские пиар-органы и приданные им следственные органы с большим успехом и занимаются, как говорится, спасибо из МВД Навальному. Я думаю, что та компания довольно шумная, антикоррупционная, которая сейчас идет, конечно, исходным толчком были заявления Навального. Это, кстати, и есть та самая обратная связь, о необходимости которой так долго говорили демократы. Общество в лице Навального и ряда других товарищей демонстрирует власти, до какой степени некоторую часть общества раздражают взяточники и так далее, и так далее. Власть собирает, 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 суммирует, суммирует эти сигналы, потом говорит, черт возьми, действительно, снизу есть импульс, почему им не воспользоваться. Надо самим возглавить эту компанию и вести ее ради повышения своей капитализации. Навальный ее ведет ради повышения своей капитализации. А мы, Кремль, будем вести ее ради повышения своей капитализации. А поскольку возможностей у нас несопоставимо больше, чем у Навального, то, естественно, перехватив это знамя из его рук, мы понесем его дальше. Это первое. Второе... А его таким образом, извините, просто устранить, что ли? В общем, пусть чирекает. В тюрьму или куда? Да нет, пусть чирекает. Какие проблемы? На сайте распил, пусть чирекают дальше. Власти, еще раз повторяю, только на руку. К тому же, надо заметить, что те люди, на которых наезжает Навальный, это почти все сбитые летчики. Все эти Пехтины, Малкины, кто они такие? О хвосте 90-х годов. Реального компромата, опасного, неприятного и так далее, на ключевых фигур последнего времени, я ни разу не слыхал. Или этого компромата нет. Вы Путин и Медведеву, что ли, имеете в виду? Путин, Медведев, Сечин, Иванов, Якунин, ну, много же их. Или, значит, этого компромата нет, или его боятся публиковать, или еще какие-то причины. Но факт тот, что огонь ведется исключительно по сбитым героям 90-х, еще раз говорю. Чем, собственно говоря, опять же, Навальный никакой угрозы для власти не представляет. Теперь, почему... Он практически развалил партию «Единая Россия». Да, это правда. И на развалинах партии «Единая Россия» вырастает новый могучий цветок, подсолнух распускается, под названием «Народный фронт». Даже тина заколебалась. Вы заметили колебания тиной? Вы имеете в виду имя собственное? Ну, разумеется. Тина, окружающий «Народный фронт», колеблется во всех смыслах. Таким образом, «Народный фронт», партия «Единая Россия». Таким образом, падение партии «Единая Россия», если таковое состоится, пока оно отнюдь не состоялось, шума много, а партия в полном порядке. И досидит свою кондицию до 16-го года. Но пощипать эту партию бренд надо менять. Неплохо бы поменять и бренд президента, президента Путина. Но уж если выбирать между двумя брендами, менять бренд президента или менять бренд партии, то очевидна очередность. Сначала давайте поменяем бренд правящей партии. И тут «Народный» помогает, да, помогает этот бренд отпихнуть, и на его место появится новый, более свежий бренд. Так если так все прекрасно с «Народным», зачем же его сажать? Зачем его в тюрьму, в суд? Зачем? На это вам ответил Маркин. Значит, кстати, слова Маркина очень интересные. Это вот то, о чем Ленин когда-то замечательно сказал. Но опять о словах. Да? Но о чем я еще могу, Марин? Естественно, о словах. Словами о словах. Ленин когда-то замечательно сказал, просто гениально. По форме правильно, а по существу издевательство. А вот слова Маркина в этом плане безупречны. По форме они абсолютно правильные. Более того, и абсолютно издевательские, разумеется. Более того, эти слова очень откровенные, честные, откровенные слова. Маркин сказал, много людей тырят лес, и не только лес. Но если они при этом не высовываются и сидят тихо, то до них просто очередь не доходит. А если человек дразнит власть, шевелит тростинкой в ее носу, то естественно власть рано или поздно чихнет. Заметьте, придраться к словам... Только в этом опасность Навального? В том, что дразнит? По словам Маркина, да, я думаю, что да. Заметьте, что к словам Маркина не придерешься. Ведь он не сказал, что Навальный не виноват, и мы его осуждаем за то, что он занимается политической деятельностью. Ничего подобного. Он сказал, что Навальный виноват. Избирательное правосудие. Зачем же вы нападаете на одного виноватого, когда миллионы людей, сотни тысяч, десятки тысяч делают то же самое. И на это вам Маркин честно отвечает. Есть очередность. Ловить надо всех. Но очередность устанавливаем мы. А устанавливаем мы ее в том числе, исходя из того, насколько это раскрученный человек. Если вы постоянно с утра до вечера слышите его имя, то дело этого самого леса у вас в голове актуализируется, и вы начинаете его расследовать в первую очередь. Конечно, слова Маркина звучат как чистейшее издевательство. Но в этом-то и заключается пилотаж, что придраться не к чему. Хищение леса надо расследовать? Надо. Ну, то есть Навальный все-таки опасен. То есть он самый опасен. Тем, что расхищает лес. Нет. Ну как? Вы же сами об этом сказали. Маркин сказал, что Навальный не опасен, но Навальный заметен. Надо ловить всех, кто расхищает лес, но в первую очередь мы ловим того, кто наиболее заметен. Он сам заметен. Опасен ли для них Навальный, я думаю, что на сегодняшний день опасности от него нет. И более того, если они его посадят, реально посадят и дадут срок, то феномен, описанный Ахматовой, какую биографию делают Рыжему, то есть Бродскому, этот феномен в данном случае, я думаю, не сработает. Не сработает он по той простой причине, что посадка... Всегда срабатывал, а сейчас не сработал. Никогда не срабатывал. В России когда-то он сработал. Ну как? Вот тот же Бродский, пожалуйста, вам. Бродский не стал политическим лидером. Для поэта, ориентированного на интеллектуальную элиту, раз, на Запад, два, посадка за антисоветскую, или там, за тунеядство. Посадка за тунеядство, это очень такой дополнительный штрих биографии. Ну, а потом Нобелевская премия, заметьте. Нобелевские премии за тунеядство, по-моему, еще не давали. За тунеядство нет, но за известность полученную... Дали за стихи. Дали за стихи, точно, вот как с Навальным. Кстати, не за стихи, а за эссе. За эссе. Да? Точно как с Навальным. Эссе пишут многие, а Нобелевские премии дают известным. Проблему с лесом у многих осажают известных. Так вот, возвращаясь к Навальному. Для того, чтобы стать известным в интеллектуальной элите, срок в Советском Союзе очень хороший. Но для того, чтобы стать политическим лидером в России, а это совсем другая профессия, срок захищения леса очень плох. Потому что девять десятых избирателей Навального подумают так. Да, конечно, воруют все, вне всякого сомнения. Но значит и он тоже. Понимаете? Это очень большое пятно на биографии. Воровал он этот лес или не воровал, не мне судить. Документы, которые он вывесил, понятное дело, десятки миллионов людей читать не будут. Но пятно на него таким образом ложится. И это пятно в России, хотя знают, что воруют все, это пятно плохое. Поэтому, бывают, конечно, исключительные случаи. В конце 80-х годов крутили по телевизору пленку, где Ельцин был абсолютно пьян в Америке. Просто вдребодан пьяный выступает в каком-то американском университете. Но вера в Ельцина, а главное ненависть к его врагам, к Советскому Союзу, к партии, к коммунистам, к КГБ, была настолько велика, что люди смотрели и не верили. Потом Ельцин напечатал какое-то глупейшее заявление, что там какой-то эффект, как-то перемонтировали. И хотя разговоры о пьянстве ходили, но широкая масса их отторгала. Говорили, это ложь, это клевета. Безусловно, если бы у Навального был такой или сравнимый сегодня авторитет, такая степень фанатизма в его отношении, то что ему ни клеить, не приклеится. Но тогда бы ему ничего и не клеили, побоялись бы. А при той невеликой популярности, невеликой харизмой, которая есть сегодня, это хороший способ замазать. Еще раз повторяю, его избиратель потенциально скажет... Вы считаете, что она невелика? Невелика, сегодня очень невелика. Его потенциальный избиратель скажет, конечно, воруют все. Конечно, придрались к нему, потому что он занимается политикой. Конечно, его сажают за то, что он кого-то там что-то там. Но и он тоже грешен. Хотя, с точки зрения власти, наиболее рациональным, если их цель не лично мстить, а политически опустить, то наиболее рациональный ответ, конечно, дать условный срок. То есть, никакой тебя, даже малый, аура героизма. Вместе с тем, приговор защищения на тебе висит. Ну и все. Политически тебя утопили. А по-человечески плаваешь по-прежнему. А как будет, как вы думаете? Марина, мне трудно определять степень рациональности власти. То есть, я когда-то в вашей аудитории, исходя из рациональных соображений, доказывал, доказывал, что войны России с Грузией не будет, поскольку она не нужна ни России, ни Грузии. Оказалось, что она произошла и была вроде бы выгодна в тот момент, казалась выгодной и начальником в Грузии, и начальником в России. Поэтому оценить степень рациональности поведения власти я больше не берусь. Леонид Радзиховский, журналист. Сегодня это было его особое мнение. Кардиограмму эфира можете посмотреть. И вы в том числе, ну не так быстро поворачивайтесь. Не пугайтесь. Я Марин Королёв. Всем счастливо. В эту пятницу... Так. Вас ко мне что-то. Спасибо. Спасибо.